Если можно, несколько слов об игре. В результате матча, скажем так, две наши ошибки привели к поражению. Две ошибки. В первом случае, в первом мяч пропущенный ошибка. Около своей штатной, обрез, хороший удар. И второй стандарт. Стандарт. Я предполагаю, что таких ошибок пропускать нельзя. Конкретно есть игроки, которые отвечают за конкретного игрока. В случае с забитым вторым мячом, не очень внимательно сыграли. Сыграли при обороне. А те шансы, которые у нас были, у нас хорошие моменты были. У Касьяна был при счете 1-0 в начале второго тайма. У Соловьева уже при счете 2-0. Хорошие атаки были. У Тихого был момент. Вроде бы мы владели территориальным преимуществом. Но чем хороша в сегодняшний игре была Мордовия, это потрясающая самоотдача каждого игрока на каждом участке поля. Где-то они все вырвали в стольбе мячи. И у нас много было таких необоснованных потерь в центральной части поля, которые приводили, скажем так, к атакам нашего рота. Но они, в принципе, таких серьезных угроз не несли. Но, опять же, слишком много у нас ошибок было в средней части поля. И первый тайм очень медленно работало у нас трое центральных полузащитников, которые должны были вести игру. Здесь претензии по скорости, по мысли, по исполнению. Второй тайм добавили в этом компоненте. И имели территориальное преимущество, в какой-то степени игровое. Ну, не реализовали. Я поздравляю команду Мордовии с победой, с важной победой, с турнирной точки зрения. И нам она нужна была. Эта победа тоже с турнирной точки зрения. Но жизнь продолжается. Конкуренты наших, Хабаров, немножко ушел вперед. А так Шинник проиграл, Спартак проиграл. Поэтому мы остаемся в зоне стыковых игр. И нужно сделать правильные выводы и двигаться дальше оставшихся 10 туров. Сейчас проанализируем, внесем коррективы и будем исправдать ситуацию, которая сложилась в данный день. Ничего, Ватрушка. Вот Мордовия в трех первых матчах забил только один матч. Один матч и достаточно красиво действовал в атаке. Основному с оглядками на оборону. И сегодня, собственно, с нашей точки зрения, немножко удивил. Все-таки пытался отодвинуть и было от своих пород. Изучая вот те первые три матча послезимой и сегодняшний игрок, какие-то выглядели тоже изменения в действиях Мордовии? Ну, особых таких нет. Но забили мало. Но если так проанализировать, то практически все команды, посмотрите, четыре тура сыграли, очень много ничейных результатов. Ничейных результатов. И результатов 0-0, 1-0. Вообще команды мало забивают. С чем связано? Связано. Ну, здесь грешно говорить, допустим, о качестве газона. Газон великолепный, просто великолепный газон. Здесь просто нужно выходить, играть в футбол, получать наслаждение от игры в футбол. А то, что, ну, проблема, моя точка зрения, проблема, что Саша Алхазов, острый форвард, он до этого лечился, восстанавливался и на Кубке ФНЛ, эпизодически только выходил. Здесь получил травму, здесь, ну, в принципе, и Дегтярёв неплохо выглядит. То, что, ну, скажем так, издержки весеннего футбола. Где-то качество полей сказывается, где-то многие команды сейчас, ну, практически все, на всех эшелонах турнирной таблицы играют на результат. Что вверху идет борьба за попадание в стыки, да, что внизу очень плотно и в середине все уплотнилось. Все уплотнилось и, ну, там, две-три победы сразу кардинально могут изменить расстановку сил в турнире. Это связано с тем, что, прежде всего, играют на результат, не это. Поэтому нет, мы с этим связываем. И о Мордове, в том числе. Ага. Ну, хотя, вот, Мордовия, наверное, победила, вот, хватило в гостях, и думал, можно сказать, что вот игры в чем-то были схожи, хотя разные тренеры, разные вредники проводились в матче, да. Где-то немножко повезло Мордовия. Ну, ну, схожи тем, что Мордовия, а у нас взятшиеся с холстом. А так и дома мы владели территориальным прирусцем, и больше моментов создавали. Но они использовали моменты, мы не это. Футбол очень просто, просто, да. Кто забивает, тут и выигрывает все. Так не получилось. К великому сожалению, опять, мы сегодня, дано. Создали там моменты, были хорошие моменты, и подходы, и в первом тайме там все хорошие, хорошие моменты. Ну, пока с реализацией проблемы у нас есть. Вань, пожалуйста. Трошечкина вызвали в состав национальной команды, и не хватило вас сегодня? Казалось, что вот вы говорили про проблемы в середине, в средней зоне. Разыгрывающей не хватило? Ну, здесь, да. И по первому тайму и динамики у нас не хватило. Вот именно в средней части, когда в плане ведения игры, слишком монотонная игра, что такое все, без переключения скоростей, без взрыва, без ведения игры. Вот именно игроки средней части города должны вести его, вести. Этого не было. Конечно, Трошечкин сказалось, он и объем большой давал, и креатив был, он и сам вклинивался, и в подыгрыше. Ясно, что его не хватило. Если можно, несколько обозревать. Ну, тяжелая игра получилась в отношении. Но, скажем так, ребята, получили план на игру, в которой мы разрабатывали быстрый гол забили, был огромный плюс, привильный путь. И здесь стандартное положение. То есть, была хорошая подача. И здесь 5-я ворот, 2-0. А дальше уже играли по счету. То есть, знали, как будет действовать файл, играли по счету и завели его до победного логичного конца. То есть, хочется поздравить с этой победой болельщиков, с жителей республики. То есть, команда была хорошая, которая ведется в премьер-лигу, но мы все-таки стараемся, чтобы в каждой игре набирать очки. Набирать очки и управлять вот эту ситуацию. Ваши вопросы? Марат Федорович, все-таки немножко показалось, что Фананда более отбрительно действовал и контролировал группы от отодвинутого группы. В основном, значит, проходил на стороне главный поле соперники. В общем-то, немножко как-то, 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 как-то изменение немножко. Ну, не идет в таком плане. То есть, мы знали, что файл защитный и плюс один оборный контролирует мяч. Исходя из этого, по высоте мяча выше он находится, или ниже, ближе к самим воротам, мы сделали свои перестроения. То есть, если опускались низко, то, естественно, такого уже хватило было преимущество. То есть, они свои штрафы не стали мячем поднимать выше. Нормально ребята поняли, что от них требовалось. И мы, как бы, на протяжении всей игры старались эту линию мнуть. И у нас, я думаю, что получилось. Если в агрессии, ну, как единоборство, от них более непонятно, нежно, и взломаться не так некуда. В принципе, ребята справились со всеми теми задачами, которые мы грядины ставили. Еще есть вопрос, Карин? А была задача именно в концовке матча не позволить Сокаренко выбирать в комбейс своих ворот? Да, ну, тут из футбола такая вещь, что в любом случае, когда 2-0, команда поигрывает, старается хотя бы забить гол. Уже ребята, как бы, машинами, скажем так, садятся в оборону и по счету играют. Надежда на встречные атаки. И встречные атаки у нас получались. Здесь, как бы, вопросов никаких нет. Но это психология футбола, что при счете 2-0, начинаем удерживать результат, который есть. Очень уважаемые, 3 очка. 3 очка, они, скажем так, даются очень тяжелые. Очень тяжелые. А на первые дешние, можно у нас в состоянии? Как Александр, пожалуйста, как он себя чувствует? Саша сейчас был в раздевалке, чувствует себя нормально. Скоро уже будет участвовать в тренировочном процессе. Восстановление идет хорошо. Ага. Вот сегодня тоже Суев, как бы, первый момент нашел в этом направлении. Да Влад сыграл, что мы от него требовали, по позиции. То есть, больших претензий к нему нету. Здесь он, скажем так, и в ворону отрабатывал, и в атаку вовремя подключался. И здесь и Зноборсков не проигрывал. Я считаю, что он довольно-таки достойный, как и все остальные ребята, когда играет этот матч.